Я в Бирштанасе! Это, конечно, хорошо. Но как я до сюда подобрался? Подъем в 7 утра. Затем я умылся, покушал, поехал, купил какао. Пересек одну границу, вторую. И вот, спустя 9,5 часов и более 600 километров, я на месте. Бирштанас, что это такое? Это курортный городок в Литве. Его население всего 3000 жителей. Бирштанас был основан в 1382 году на правом берегу Немана. В 39 километрах к югу от Каунаса. Первое, о чем можно сказать, так это то, что при въезде в Бирштанас сразу чувствуется свежий сосновый аромат. И это неудивительно, так как на Бирштановских сухих холмистых возвышенностях растут сухолюбивые растения. Собственно, из-за этого приятного соснового аромата первым делом я отправился к ветве сосны. Сосна на самом краю Бирштанасского центрального парка зеленеет уже более ста лет. Ведь это самая старая сосна в Бирштанасе. Жители Бирштанаса иногда называют ее матерью сосен. Вероятно, из-за того, что большинство других более старых сосен в парке произрастали из ее семян. Также стоит упомянуть, что ветвь сосны очень смахивает на дерево бонсай по своей форме и красоте. После ветви сосны я посетил некую возвышенность – гору Витаутаса. Гора Витаутаса – один из самых известных и высоких курганов в Литве. Здесь в свое время стояла деревянная крепость, защищавшая Тракайское княжество от набегов крестоносцев. Ребят, давайте по-честному, мы же не за этим сюда пришли. Преодолев по ступеням 40-метровый склон, мы увидим прекрасную панораму Бирштанаса своими глазами. Я добрался. Теперь можно насладиться видами. Гора Витаутаса, конечно, достаточно высокая для такого рельефа. Но для тех, кто хочет увидеть панораму Бирштанаса с высоты настоящего птичьего полета, советую отправиться на Бирштанасскую обзорную башню, куда мы сейчас и отправимся. Бирштанасская обзорная башня – самая высокая обзорная башня в Литве, ведь ее высота составляет целых 55 метров. Также стоит отметить, что Бирштанасскую обзорную башню можно посетить с 6 до 9 вечера, причем посещение является бесплатным. Но, конечно же, самое главное во всех обзорных башнях – это виды. И здесь они восхитительны. Впрочем, сразу после башни можно посетить не менее уникальную достопримечательность, которая, в буквальном смысле слова, находится под ногами. Это обнажение Шкеваню. Обнажение Шкеваню – это один из сильнейших объектов Северной Вродки, образовавшийся в конце ледникового периода. Обнажение представляет собой обрыв, растянувшийся более чем на полкилометра, а в самом блокном месте он достигает 33 метров. Над ним проложена туристическая тропа, длиной в те же полкилометра. Прогуливаясь по лесной тропе, обратите внимание не только на красивые виды, но и на то, что находится у вас под ногами. Вокруг растет немало интересных растений. Например, с июня по сентябрь здесь растут синие гиацинты. К сожалению, они уже отцвели. Занесенные в Красную книгу. А также здесь водятся три вида редких степных бабочек. Ну а теперь поговорим об отеле. Вы, наверное, спросите, почему именно этот отель? А я вам отвечу, его просто посоветовал мой близкий родственник. Так что никаких вопросов. Снаружи отель нас встречает большим синим названием, а внутри фантастическим интерьером. Следующим делом давайте посмотрим номера. Вот так у нас выглядит семейный номер. Вот так выглядит номер на двоих. Кстати, вечером в Бирштоносе была гроза. Ладно, теперь поговорим о приемах пищи. На бесплатный завтрак полагается вполне разнообразное меню. Из интересного стоит отметить очень вкусный йогурт, большое разнообразие сухофруктов, а также очень вкусные блинчики. В отеле, конечно, есть обед и ужин, но за них нужно доплатить отдельно. Также, помимо буфета, в спа присутствует ресторан Moon, который я посетил. На фото вы видите салат Cesar, мидии с соусом из моркови и карри, а также холодный борщ с маленьким жареным картофелем. А теперь давайте поговорим, что касательно основного времяпрепровождения в этом отеле. В спа есть четыре бани, а также два бассейна. Если выйти на улицу, то там нас ждет искусственный водоем для купания с песчаным пляжем. Безусловно, здесь есть спортивный зал. На этом об отеле все. Что ж, друзья, что хочется сказать насчет этой поездки. Бирштонос оказался абсолютно не таким, каким я его представлял. Я представлял, что я сюда приеду, за день все просмотрю и все. Здесь гора, дерево, башня. Во всех городах это есть. Но, ребят, пока я ходил к этим локациям, прогуливался по вот этим бирштоносским улицам, я прям проникся этой атмосферой. Мне она, безусловно, очень понравилась. Локации, кстати, я прошел за два дня, а не за один. И что же я могу сказать-то в самое заключение? Бирштонос. Незаметный, но очень красивый. Редактор субтитров А.Семкин